Здравствуйте, ребята! Приближается 9 мая, День Победы. Это важный праздник для всех россиян, и особенно для ветеранов. Поздравить ветеранов и тружеников тыла можно не только букетом цветов, но и открыткой, сделанной своими руками, и передать им частичку своего тепла и внимания. И сегодня я предлагаю вместе с вами попробовать сделать памятную открытку ветеранам. Вот такая открытка должна у нас получиться. Для этого нам понадобится цветной картон, цветная бумага, карандаш, линейка, канцелярский нож, клей. Итак, приступим. Ясно мы возьмем картон А4. Складываем его пополам. И открытка у нас будет не такая вот, а горизонтально мы ее расположим. Вот так. Нам нужно будет распечатать 3 фотографии. Вот я распечатала, вот у меня получились как кинохроника. Вы можете взять любого размера, но смотреть нужно по основе открытки, чтобы она у вас как-то вот так была. Можно взять, распечатать поменьше, можно побольше. Здесь вот так же вы измеряете, чтобы у вас было соответствовало основе открытки. Значит, вот здесь можно подрезать или сделать поуже фотографии. Итак, приступаем. Распечатку мы вот сделали такую. Теперь мы измеряем, как нам ее расположить. Открытка у нас будет горизонтально расположена. Сверху мы отмечаем, например, 3 сантиметра или 4. Делаем полоску. Так. Измеряем здесь вот ширину вот этих кадров или ваших фотографий. И также вот от отмеченной отметки мы отмеряем ширину фотографии вот здесь. Получается, вот у нас у меня получилось, например, 8 сантиметров. Измеряем мы по горизонтали открыточку, да? Вот так. И также здесь отмечаем тоже 8 сантиметров. У меня квадратик получился. Здесь мы также рисуем квадратик. Затем берем с помощью канцелярского ножа. Вам могут, наверное, оказать помощь родители. И вырезаем вот такие линии. Вот видите, как у меня получилось. Вырезали эти линии. И начинаем вставлять фотографии. Вот так вот сюда вставляем. Ищем серединку и вот здесь. И фотографии у нас будут двигаться, ребята. С одной стороны и с другой стороны. Здесь мы подрезаем по этой линии. Ничего страшного, если будет выступать фотография у нас за открытку. Здесь мы подрезаем. Здесь у нас уже готово. А теперь мы будем украшать открыточку с вами. Еще нам понадобится георгиевская ленточка. Если у кого-то нет, ее можно распечатать на оранжевой бумаге. Приклеиваем с одной стороны георгиевскую ленточку. Клеим. Аккуратно подрезаем. Винточку мы приклеили. Затем мы с вами вырежем цветочки яблони. Ветки. Вот такие пять лепесточков вырезаем. Нам понадобится три. У меня уже есть заготовочки такие. Вырезаем серединку. Лепестков. Небольшой разрезик делаем. И серединку делаем. Берем квадратик и разрезаем. Четыре или пять разрезов делаем. И скручиваем вот так. Потом их собираем. Также скручиваем. И получается у нас вот такая серединка. Мы ее вставляем вот сюда. В центр. Потом можно подрезать. Вот если они длинные у нас получаются. Здесь тоже можно подрезать. И располагаем. Вырезаем листики. И располагаем на георгиевской ленточке. Сюда приклеиваем цветочки яблок. Вот так. Я сделала три. Вам можно сделать больше. Можете пофантазировать и сделать как вам нравится. Отклеиваем. Делаем третий цветок. Вот так. Вверху вы можете подписать здесь помним, гордимся или какие-то пожелания. Еще можно вырезать цифру девять. Украсить ее и приклеить к открыточке. У меня вот такая девятка. Мы ее приклеиваем. Аккуратно. Можно вот так. Вот такая открытка у нас с вами должна получиться. Получается открытка с секретом у нас с вами. Она двигается. Видите? И в другую сторону. Открыточка наша готова. Спасибо за участие. Желаю вам успехов. Вот такие открытки можно сделать. Скоро закрытка. Продолжение следует. Помимо.